приветствую вас дорогие зрители канала крипто комманс в очередном выпуске news блока крипто сегодня понедельник который можно охарактеризовать лишь одним словом стабильность да мы идем в длинном боковике которые не имеют никаких планов двигаться пока ни в одну ни в другую сторону но мы это с тобой дорогой зритель как видавшие виды точно знаем в крипто мире такое происходит но недолго и для того чтобы сделать правильное предположение с большей вероятностью в какую сторону мы увидим следующее движение важно понимать что происходит в мире да одни сейчас скажут покупай слухи и продавая новости но на самом деле именно на новостях хоть и не сиюминутных и происходят основные движения ведь импульсы это хорошо но глобальный тренд это лучше так что мы с командой перечитали массу всего о том что произошло в мире и подготовили для тебя дорогой зритель самую самую сочную выжимку того что достойно твоего внимания и так сегодня выпуске биржа binance открыл охоту на своих инсайдеров генеральный директор крипто кома в интервью cnbc говорит что bitcoin это актив который следует хранить десятилетиями невероятный прогноз от банка с центр чарт от bitcoin по 150 тысяч долларов уже в этом году и завершит наш сегодняшний выпуск обзор рынка вместе с джорджем тангом более известным как ведущим канала крипто зарос оставайтесь с нами и так binance открыла охоту за головами назначив награду в 5 миллионов долларов за информацию об инсайдерской торговле все дело в том что 16 марта binance объявила листинге мемкоина букву в мем или бомби на блокчейне салана и в преддверии этого листинга на финансе крипто кит купил 314 миллионов токена бомби за два и три десятых миллиона долларов на децентрализованный бирже radium по средней цене 0,74 цента за токен после листинга стоимость токенов выросла до максимума 2,6 цента в результате чего общая стоимость токенов составила около 8 миллионов долларов binance возмутилась и выступила с заявлением в котором сказала что открывает охоту за головами допустившими утечку информации о листинге торговая платформа заявила что выплатит вознаграждение в размере от 100 тысяч до 5 миллионов долларов тем кто сообщит достоверную информацию о подозреваемых пообещав сохранить анонимность заявителя что же дорогой зритель если внимательно смотришь наши выпуски то прекрасно помнишь что это уже не первое заявление binance согласно которому она ищет виновных в утечке ведь подобные события не что иное как инсайдерская торговля а согласно ранее сделанным заявлением binance она предпринимает беспрецедентные меры для того чтобы утечки не происходили но как мы с тобой видим мир думает по-другому и здесь у меня есть конкретное мнение которое мы кстати можем с тобой дорогой зритель обсудить в комментариях подобные утечки предупредить невозможно если предположить что данную инсайдерскую торговлю мог осуществить сам переговорщик или лицо принимающее решение у листинги токена на бирже то в целом никакие технические ограничения и различные меры не помогли бы ограничить его от осуществления этой сделки крайне анонимно я сейчас не буду углубляться в технические подробности как это сделать но приобрести анонимно анонимные токены которые в дальнейшем можно без проблем было бы обменять на децентрализованной бирже на токена бомби это буквально как два байта обнулить так что я совершенно не удивлюсь если начатое расследование ни к чему не приведет а более того расследование будет вести сам человек который в этой торговле и участвовал конечно же мы этого с тобой никогда не узнаем но главное в этой новости другое хайп на мем токена продолжается и пока бычий транс сохраняет свое направление такие мем токены будут стрелять и да кто-то на этом сделает целое состояние но кто-то это состояние потеряет поэтому мой тебе посыл будь абсолютно осторожен связываясь с мем токенами они очень быстро стреляют и не менее быстро падают так что если у тебя нет суммы которую ты готов потерять даже не думай сюда лезть но не забывай при этом что это не финансовый совет продолжает наш выпуск интервью генерального директора криптокома криса марзалика на канале cnbc в котором он делает невероятные заявления относительно ожидаемой цены биткоина уже в этом году это три минуты действительно удивительной история так что давайте послушаем брокерская и управляющая капиталом компании берштейн обновила крипто рейтинг с очень бычьим характером аналитики компании ожидают достижения крипто капитализации рынка в семь с половиной триллионов долларов к концу двадцать пятого года с нами на связи генеральный директор криптоком крис мерзелек доброе утро итак спасибо за приглашение если мы говорим о капитализации рынка в семь с половиной триллионов долларов то какова капитализация сейчас и какая капитализация биткоина полтора да примерно так то есть мы говорим об примерно трехкратном росте всего рынка согласно данного аналитиков и говорим о периоде примерно в 18 месяцев и кстати мы говорили сегодня утром и последнюю неделю до даже несколько недель о том что очевидно биткоин находится в этом выдающимся забеге вместе с эфиром и другими криптовалютами которые мы обсуждаем называя их как их нужно называть но если мы с вами говорим о таком подобном движении то какова его часть выражена буквально спросом и предложением и проблемой которую сюда добавит халвинг биткоина и что может быть более важным рынком и т.ф. и как много еще какого-то другого компонента здесь может быть может быть фрс или может быть что-то происходящее в экономике или насдак я думаю что движение в большей степени вызвано прежде всего притоком средств из-за и т.ф. это очень успешный продукт а также проблема имеющий место с предложением это вынуждено повлиять на цену а что-то скажу о падении которое недавно произошло о чем говорят тебе эти последние несколько дней я думаю что это здоровое движение удаляющие сделки с плечом имеющие место в системе но то что мы хотим избежать это избежать внезапных и супер агрессивных всплесков мы бы хотели наблюдать очень стабильное продолжение притока средств в индустрию в bitcoin а также другие монеты последующие 12 18 месяцев крис ты можешь объяснить то что буквально происходило в последние 24 месяца мы спустились 73 тысяч долларов до 67 тысяч долларов это стало причиной функционирования рынка розничных покупателей буквально продающих свои биткоины либо это институционалы продающие и т.ф. продукты и т.ф. что тебе говорят те потоки которые ты видишь в системе и происходящий за ширмой у нас имеются тонны собственной информации поэтому мы можем посмотреть что происходило в цикле 2021 с точки зрения розницы сравни с тем что происходит сейчас и глядя на эти данные мы видим намерение в виде сигналов со стороны розничного покупателя и вероятно и сейчас мы находимся в такой же ситуации по показателям декабря 2020 января 2021 таким образом я думаю что прежде всего это вызвано событиями происходящими в рынке опционов а также происходящей коррекции но хочу обратить ваше внимание что данная волатильность на самом деле является очень маленькой по сравнению с тем что мы видели в предыдущих циклах да это то что я хочу добавить крис ну то есть если посмотрим как мы падали с 20000 до 3 65 тысяч до 16 теперь мы видим как были запущены и те в то есть более широкое распространение и больше институциональных компаний могут участвовать в рынке поэтому что скажешь закончились те дни или мы по-прежнему можем увидеть на 80 процентов движение вверх и вниз в будущем у биткоина я думаю что мы будем наблюдать равномерный рост это то что мы хотим и я также думаю что рост рынка и увеличивающийся объем ликвидности который происходит сократит резкие изменения или их по крайней мере будет меньше да ведь это актив который вам нужно держать десятилетиями не дни недели крис большое тебе спасибо твоя точка зрения понятно и выглядит абсолютно логичный так что дорогой зритель не буду повторяться ты сам все слышал поэтому капитализация рынка растущие в два в три раза неминуемо вызовет и рост цены актива в два-три раза если мы с тобой предполагаем что доминация биткоина резко не изменится скажем в большую а может быть и в меньшую сторону то цена в 150 или даже 200 тысяч долларов выглядит абсолютно нормальной но это еще не все конце выпуска джордж танк известный как ведущий канал криптозавруса расскажет нам кое-что о компании являющиеся огромной финансовой махиной и которая якобы не любит биткоин то что она делает за сценой так что никуда не уходи а мы движемся дальше переходим к срочной новости цена биткоина достигнет 150 тысяч долларов а эфира 8000 долларов уже в 2024 году заявляет стендарт чартед финансовый гигант стендарт чартед в понедельник пересмотрел целевые цены на биткоин эфир на этот и 2025 годы стендарт чартед теперь прогнозирует что цена биткоина достигнет 150 тысяч долларов к концу этого года и 250 тысяч долларов в 2025 году более того банк также прогнозирует что если спотовый эфир и тиф будет одобрен секс сша то цена эфира достигнет 8000 долларов и это только в этом году а цель на следующий год составляет 14000 долларов и ты такой дорогой зритель вау очередной прогнозер на прогнозировал цены а вот и нет во первых разнос гэри гэнслера не закончен как совсем недавно мы упоминали в наших выпусках усек назревает серьезный конфликт во взглядах на биткоин и эфир с другим крупным регулятором сша cftc которые эти активы считает товаром и вероятность того что сек пойдет в суд защищать свою позицию о том что эфир это ценная бумага стремительно падает вниз поэтому объективных причин отказать сек на принятие эфир и тех в этом году объективно мало да зная гэнслера вероятность того что он просто затянет уйдет бюрократию конечно же остается но здесь мы с тобой дорогой зритель переходим к во вторых все дело в том что лондонская фондовая биржа london stock exchange объявила приемки заявок на и тф по биткоину и эфиру и здесь возникает другая интереснейшая ситуация хоть напрямую американские компании и розничные инвесторы инвестировать напрямую в английский и тф не смогут по крайней мере легко сам прецедент открытия эфир и тф в других странах все равно инициируют поток активов в этот рынок более того на волне лозунгов отставания других стран законодатели сша наверняка возьмутся активно за решение данного вопроса таким образом и для эфира будущее выглядит довольно радужным если мы конечно же в целом не говорим про возможного черного лебедя который все обрушит и пустит под откос все наши радужные ожидания но даже если и это тебя не удивило то переходим к самой удивительной части нашего сегодняшнего выпуска где джордж танк нам расскажет не просто о рынке а о компании вангард да да это та самая которая говорила что никогда не запустят bitcoin и тф потому что это все ай-яй-яй давай послушаем знаете что забавно а то что что-то назревает и эту тему поднимал ранее и вынужден поднять ее снова вангард и и генеральный директор сказал что они будут предлагать спот bitcoin и тефа биткоину и он не принадлежит долгосрочному портфелю компании потому что не является сохранением стоимости и знаете это довольно жесткие слова которые звучат как заявление джимми даймона гендиректора крупнейшего банка джипи морган а теперь вангард ведь они гигантские все говорят о блокроке а знаете ли вы что вангард на самом деле такой же если даже не больше просто они все скрывают и прячут и так они выходят заявлением обвиняя биткоин но я вам ребята кое-что покажу знаете что кто крупнейший акционер биржи coinbase брайан армстронг или может быть black rock нет крупнейший акционер биржи coinbase это вангард 7,3 процента с невероятным отрывом арк инвест 44 а black rock 4,3 так что отвлекитесь минутку и задумайтесь крупнейший акционер крупнейший крипто бирже находящийся в соединенных штатах это вангард что ж а что там у нас о одном из крупнейших майнеров компании марафон кто и крупнейший акционер не блэк-рок а вангард также самые крупнейшие долей 8 из 7 десятых так что они также инвестировали и в майнинговую компанию это лишь одна из них а что там у нас по нашей любимой майкростратеджи ведь не могут же они быть также акционерами и майкростратеджи верно да они не номер один но они номер два с долей 77 процента даже больше чем black rock так что вы только посмотрите на эти цифры но это еще не все я вам сейчас покажу еще кое-что невероятное у black rock есть свои собственные акции а кто их крупнейший акционер а не black rock а вангард вангард стоит буквально за всем так что кое-что здесь определенно творится все эти недавние движения цены эти манипуляции и так далее может быть ведут к вангард потому что может они black rock забираются эти биткоины авангард ведь они владеют они буквально крупнейшие акционеры каждой крупнейшей публичной компании которая связана с биткоином включая black rock что вообще не поддается объяснению как black rock сама не может обладать большим количеством акций своей собственной компании и это довольно невероятно ведь это кое о чем говорит верно что есть очень большие и крупные силы которые пытаются вас обмануть заставив думать что нет мы не заинтересованы в биткоине мы в нем совсем не заинтересованы при этом скупая буквально все втихаря и незаметно это именно то что и происходит джордж большое спасибо а ты дорогой зритель слышал и видел все сам как одна из крупнейших финансовых компаний мира абсолютно не заинтересована в биткоине не заинтересована крипто и во всем что непосредственно с крипто связано дальнейшие выводы делай сам на этом я с тобой прощаюсь и лишь напомню что если тебе нравится то что мы делаем то нажми на лайк подпишись на канал и оставь свой бесценный комментарий этим ты очень сильно поможешь лучшему и любимому каналу на русском крипто пространстве спасибо и до встречи в следующем выпуске крипто пространство Продолжение следует...